Всем привет! Это прохождение Assassin's Creed Odyssey, то бишь Одиссея Кассандры. Да, её приключения. Но тем не менее, давайте знать, что сделаем правильно. Выполним квест Принц Персии. У нас такой тут затерянный квестик остался вообще просто, как мы о нём забыли. Называется он Слепой Царь, так же ещё. Судя по всему, нам нужно побыть глазами какого-то старичка, какого-то там слепого перса, который желает увидеть мир. Если кто играл в Assassin's Creed Valhalla, то, наверное, помнит, что там в районе болотистых мест, где-то так на востоке Англии, есть такой же человечек, который попросит его отвезти в Valhalla. И это является, ну, скажем так, отсылкой. Во многих частях серии появляется такой персонаж, которого нужно, именно он слепой, куда-то нужно отвезти в какое-то вот такое мистическое место. Не знаю, что хотят этим показать, конечно, разработчики игры Ubisoft, но ладно. По крайней мере, это интересно. Ну и плюс ко всему, этот квест у меня появился буквально с начала игры. Значит, там что-то будет явно интересное. Но давайте перед этим, знаете, что сделаем? Правильно. Зайдем-ка сюда, в эту крепость, и после проследуем вот в эту, в храм змеи. Все-таки мы здесь не зачистили пару местечек. Надо все-таки этих культистов, этого космоса, просто-напросто прибить. А то они разрастают, самое главное, и не дают нам пройти, ведь они очень-таки сильные. Если они на тебя нападут, то это будет, конечно, от них уйти очень трудно будет. Ну да ладно. Нам где-то здесь косарь, нужно пиши дралить на этом. По равнинам. Напомню то, что у нас как раз-таки принц Перси этот находится прямо в коре Дельф. Не то, что прямо в коре, а вот где именно находится сама Пифия. То бишь, где находится сам Дельфийский Оракул. И напомню то, что в предыдущей части у нас был очень классный Махач. Я как раз-таки полюбил уже наконец-таки Секиры, потому что Секира была просто... Долбила всех спартанцев на раз-два. Разносила черепа, да и просто толпами можно было сносить этих мелких мечников. Просто как раз-таки на вот такие сражения. И даже нам попался наемничек, который вклинился вообще в середине сражения. Это было... Ох как! Ну ничего, мы справились. Я немного потерял, вот это... Почти мы на месте. Еще немного нам осталось так скакать. Давайте сразу с орла отметим эту территорию. Чтоб точно у нас понимать, что здесь лежит. Вот, да, древняя табличка. Астракон. И там вот, да, сундучок. Последний, да. Вот все, они собрались вместе. Ух ты, это что, гора золота, что ли? Или кирпичей? Мощно, конечно, ребята тут делают всякие штучки. А, вон последние. Ну, слава богу, что они так разошлись аккуратно. Давайте, кстати, попробуем нашу стрелу чудодейственную. Получится ли у меня. Так, я его не убил. Я понял. Странно, как это сработает этот? Непонятно. Ну да ладно. Сейчас мы вот этого пришьем, давай. Есть, это было красиво. Сейчас они к нам все подойдут аккуратненько. Мы их сейчас будем колупать. Вот так разделались буквально со всеми. Так, а вот это афинский дружочек. Че он прибежал-то ко мне? Вот этого она явно не ожидала. Все, покарали всех говнюков. Теперь осталось залутать локацию. Древняя табличка? О да. Даже четыре штуки, нифига себе. Тяжелые афинские наручи. У меня такие были, кстати говоря. Они были редкого качества. Нет времени, Греция-Факида. Если будешь проходить мимо лагеря паломников, сможешь найти меня в чаши с оливками. Прометей, рождение человечества. Да. Вот такая область исследована. Ну, поехали дальше. У нас, по-моему, дальше храм змеи осталось. Да, как раз таки можно с отдыха сатира десантироваться туда. Ну, надо сперва выйти с этой локации, а то не дают пока перейти туда. Все, мы на месте. Теперь погнали вниз. Надеюсь, там никаких приколюх мы не встретим. Мы же вроде тогда, в прошлый раз, убили целого капитана. Вроде теперь осталось убить маленьких этих рядовых солдат. Да и все. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Да, действительно. Прямо таки как ассасин действовать. Сперва нужно отметить всех на территории. Один и два. Ну, они обычные. Ничего такого. Ну, все, я думаю, то, что мы всех отметили. Теперь осталось, знаете, что сделать правильно? Так, здесь вроде мы вот в середине ничего-то не отметили. Да, в середине у нас все хорошо. Надо теперь вот их как-то, дядек этих, разлучить, либо заманить куда-то. Потому что надо всем расквитаться. Вот там еще стоит вот на краю. Ну да, это будет сложновато. Но я думаю, то, что мы справимся. Погнали. И последний. Вот сейчас нужно красивое, и самое главное, решить. Есть. Просто разнесли по-царски. Давайте взглянем. Может, что-то здесь новенькое появилось. Вот он этот. Кто у нас здесь этот? Элпинорчик лежит. Отдыхает. Ну, здесь больше ничего нет. Так что, да, погнали тогда. Тайно будем гасить тех маленьких солдатиков, которые остались. Ну, слава богу, то, что мы с первого раза хотя бы их сносим. Это тоже хорошо. Самое противное то, что тот гад взял теперь и пошел. Вот что он пошел именно сейчас, вообще не ясно. Вот зачем ему это в голову взбрело. Вот тот еще парой ходит. Мы с Тамарой ходим парой. Ну и все, они, короче, задвигались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, допустим, минус один. Сейчас вот этот должен сагриться на него, побежать, посмотреть что-то там. Ну, я надеюсь, он так сделает. Да, он так сделает. Все, он пошел. И сейчас я буду пытаться тайно за спину ему зайти. Предварительно, конечно же... Так, ну куда ты идешь? Здрасте. Человек, уйди от меня. Я за деревом спрятался. Как реальный ассасин. Капец, вот это я ассасин. Есть, покорали толстячка. Вот не будут размахивать своей темп-шваброй. Погнали последний гасить. Вот сейчас вот этот тоже согрится. Будет как раз таки полезно. Странно, вроде труп лежит, а ему вообще по барабану. Ну да ладно. Мне нравится, как она оглушает. Она спираю промеж ног бьет, а потом этот... Втыкает свой нож. Зашибись, конечно, тактика. Но да ладно. Не забывай. А это было красиво. Ну ладно, вроде мы всех покарали, теперь надо изобрать кое-что. Да, табличечка, она прямо-таки тут. Древняя табличка, четыре штуки. Как раз хватит, чтобы прокачать что-нибудь еще в нашем корабле. Ну да ладно, вот это, кстати, местечко вообще не такое, своеобразное. Жалко, здесь ничего не припрятали интересного. Ну там нибудь всяческого такого и мистического, почему бы и нет. Все-таки это шкура, вернее не шкура, кости, большущие змеи. Змеи, да. Я сейчас посмотрел ботинки путешественника, что-то новенькое у нас. Ну да ладно. Вот, сейчас он меня заподрозлит. Давай, дружище, проходи, проходи, здесь никого нет. Дружище, проходи, проходи. Все, вот этого мы гада просто-напросто взяли на ножах. Ну здесь собирать больше нечего, так что погнали уже отправляться в Дельфы. Мы эту точку зачистили. К Дельфы где они? Вот они у нас. И где-то здесь у нас будет находиться именно тот самый принц Персии. Классно то, что они обыграли именно принца Персии, да еще и вот это, их традицию по добавлению такого квеста со слепым персонажем. Странно, подождите-ка. Вроде и тот слепой дядька, вернее, принц Персии, он должен быть тут. А че это нас туда ведет? Ага, вот сюда аж. Ну да ладно, все равно мы, по крайней мере, рядом и хотели его выполнить. Так что телепортнемся давайте-ка все-таки в храм Аполлона. Квест это все-таки 15 уровня. Как раз таки подстать нам. Заодно и прокачаемся как раз так. Аааа! ты добрая женщина подашь старику на еду тебе нужнее вот возьми это щедрый да спасибо как твою имя незнакомка кассандра а твое просто нищий я прибыл из персии чтобы увидеть красоты греции я многое могу но не в силах вернуть тебе зрение я и не прошу слепота ноша возложенная на меня богами я смирился что тогда смотри за меня в детстве один афинянин рассказывал мне чудесные истории о греции я снова хочу их услышать отправляйся туда где я мечтал побывать а потом расскажи мне о своих странствиях я плохой рассказчик но я буду твоими глазами верно я почувствовал в тебе доброту старый перс тебе очень благодарен пока рано какие места ты хотел увидеть а больше всего я любил истории об акрокаринфе статуях зевса и афины бронзовой птицы аркадии и конечно таинственной горе тайгет и так расскажи мне о статусе зевса этот колосс был готов покарать кефалинию так мне рассказывали я смотрела на кефалинию со статуей зевса скажи там правда очень красиво да это красивые земли статуя зевса смотрит на белые пляжи и покрытые зеленью горы но жители страдают из-за войны так мне и рассказывали боги благословили землю но отвернулись от людей это жестоко даже для богов вместе так я тебе все рассказала теперь расскажи о себе что привело сюда перс персии греция словно два разных мира когда греция процветает персии настает темное время а когда вас терзают внутренние распри персии мир верно мой народ процветал после смерти царя ксеркса все кроме меня меня пытались отравить так я и лишился зрения и я бежал и оказался здесь за тебя назначена награда это интересно было но теперь уже нет итак расскажи историю а я расскажу о себе в греции много статуи афины а какой идет речь для меня только одна история начиналась так за холмами нам открылся город где кипела жизнь и афина взирала сверху прямо на нас акра коринф дай угадаю это в так и есть это самый знаменитый храм афродиты вашей богине всех простых радостей жизни ты сказал гора тайгет верно похоже ты знаешь я слыхал а ее аппетите говорят гора питается страданиями спартанцев поэтому люди приносят ей в жертву собственных детей это не совсем так что ты помнишь об этой бронзовой птице в аркадии эта птица сделана из доспехов выступает из скалы взирая на стимфальское озеро и поля струящиеся волнами золотого моря по всей аркадии я вернусь и все тебе расскажу возвращайся после каждого путешествия фемистокол а кефалиния над кефалинцами возвышается могучая фигура зевса готова покарать их свои молнии такова судьба кефалинцев жить в тени бога всегда наблюдающего за ними и готова осудить да это что-то интересное судя по всему нужно собирать вот такие истории и как бы рассказывать ему а он будет чуть по чуть доповедовать о себе да это классно на самом деле квест именно тем то что мы как бы друг друга узнаем историю ну и плюс ко всему интересно же все таки интрига сохраняется плюс ко всему этот квест мне стал доступен буквально в самом начале игры и явно то что будет что-то там интересное за этим крыться но да ладно я думаю то что в большинство мест которые у нас послал мы просто напросто не сможем попасть еще ну в силу того что силу того что и поэтому я сейчас просто смотрю еще эту каринфию где она тут искать не переискать я сейчас потерялся вот вода каринфию я вижу хорошо теперь нужно афины найти вот это афины вроде ну да афин не пока когда москвы пешком они еще там 19 уровня есть люди да я думаю то что мы этот квест выполнен именно когда уже чуть подкачаемся это будет гораздо лучше ну и просто напросто продуктивнее именно поэтому давайте отправимся вот сюда выполним вот эти парочку квестов посмотрим что это такая а у Девушки отдыхают Полегче, не на ту напала Извини, я поражена, что боги послали мне кого-то сообразительного и в то же время настолько привлекательного Рада слышать У Карагаса моего мужа трудности, он не может утолить мою жажду у тех Думаю, никто не смог бы У меня много любовников, но он мне дорог, не описать, как мне хорошо с ним И не надо В молодости мы убегали в лес под луной, сбрасывали одежду и ласкали друг друга до рассвета Наши стоны эхом разносились по долинам Нет, женщина, избавь меня от этого Не ожидала, что грозная наемница будет брезговать удовольствием И что я могу сделать? Я узнала об эликсире, который дает тому, кто его выпил силу и выносливость Эроса Принеси ингредиенты, и я напою им своего мужа Ладно, я помогу тебе Только оставь свои ночные похождения по себе У нас с Карагасом есть деньги Для эликсира мне нужны мошонка медведя и язык оленя О, и ничего больше Я хорошо заплачу, Карагас тоже не останется в долгу Поблизости есть медведи? Я слышала, крупный медведь облюбовал пещеру у святилища Рядом водятся олени? Это Факидо, здесь повсюду олени Весьма странный эликсир Как ты о нем узнала? Пифия рассказала мне о нем Она мудра, я ведь не знала, что столкнусь с такой напастью Я принесу ингредиенты Самый странный квест Это просто бомба Особенно когда с озвучкой Это, да Очень весело Особенно когда Кассандра реагирует на то, как О боже, хватит женщина Да, это было бы весело Послушать дальше диалог Когда она друг друга пытается заткнуть Ну да ладно Где находится у нас этот, я что-то потерялся Медведей можно найти на севере горы Парнос Гора Парнос, вот где-то тут у нас север Может быть это тут, почему бы нет Давайте проскочим туда Ну и я думаю, что все на севере можно найти Там уже будет видно И кстати, вот о чем я хотел сказать То, что этот квест, как я вот уже раньше говорил Юбисофт все время пихает во все игры Какие-нибудь такие повторяющиеся элементы Тот же самый слепой персонаж Вот как в лице принца Персии В лице старичка из Вальгалы Который хочет попасть в Вальгалу Вот здесь то же самое добавили Буквально Если опять же вы играли в С1 Скрит Вальгалы У меня даже прохождение это и есть Когда я первый раз попадаю в Каттигат Столицу северных владений Так, ну подождите, что за место такое Нет, не сегодня Сорян, ребят, не хочу Не хочу к вам лезть, ладно Вот, короче говоря Как мы попадаем сразу в столицу Вот это, северных владений Каттигат Там у нас что? Буквально в порту есть домик Который Просто-напросто Низвергается всякими стонами Ну и всякими такими любовными утехами Мы когда туда сразу подходим Начинает все Ну и пересказывать Конечно же я это точно не буду Именно потому что Ну спойлеры все дела Лучезами посмотрите То есть в том То, что нам также нужно там Поучаствовать в В том, чтобы разжечь Как пламя, скажем так, любви Как это там именуется И это прикольно Самое главное, что такие квесты Они добавляются Ну и повторяются Я что-то не нахожу Кстати говоря Ни одной живности Вы это заметили? Ни одной живности Это что за приколы? Я на севере горных парнаст Ни одной живности Капец Может быть я конечно Сбился с пути Что конечно же не точно Ну да ладно Как бы потому что А вы что прикалываетесь? Ну слушайте Ни одной как бы Ни одного оленя Ребята Так Вот тут какой-то Блокпост И непонятно Кто здесь Что люди Судя по всему Разбойники Пилон какой-то Так А вот она Гора Парнас 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 конечно Да уж Есть такая партия Ну да ладно И вот где-то здесь У нас находится Что? Правильно Медведи Или может давайте Безбегаем сюда Вот здесь я точно видел Медведей Вот это факт Ладно Давайте прям Телепортируемся И там уже будет видно Телепортируемся Где-то Где-то тут внизу Я точно видел Во-первых Оленей И так же Медведи Они прямо Находятся У дороги Главное Теперь аккуратно Спрыгнуть Так что Где-то здесь оставаться Подождите-ка Это живой? Капец Он живой А что он тут делает? Я же их всех поубивал Господи Ребята Вы что там? Спаун себе классы нашли Так а ты можете прыгнуть Как-то Одним махом Вот все Молодец И была не была Эй Блин Что-то ухватилось-то Дай падай как надо Вот все Я вижу первого оленя Так Вот Нак Мишка наш Да Как нельзя кстати Надеюсь сразу Мошонку я смогу Отрубить у него Это медведица Конечно Да Все возможно Ух Как мы ему Просто прострелили Колено И все Его дало Приключение Тетю И все Мошонку К черту Правильно Никто не станет Кто можно сделать Из таких ингредиентов Тетю Тетю Мистия, ты как раз вовремя. Ингредиенты у меня. Кто это, Ауксессия? Мистия, которая вновь зажжёт огонь нашей любви. О нет, ты ведь знаешь, я не могу утолить твой голод. Твоя похоть убьёт меня. Глупость, я приготовлю эликсир, который дарует тебе силу молодого мужчины. О боги, я так больше не могу. Во имя богов мне кто-нибудь заплатит. Меня стошнит, если я продолжу это слушать. Ох, молодёжь, вам чужда истинная любовь. Вот этого должно хватить. Спасибо. Что ж, Карагас, я сделаю эликсир, а с тебя масла. Мне этого Карагаса, откровенно говоря, жалко. Интересно, как там можно посидеть такая-то, посмотреть, что будет происходить дальше у них. Так, новое историческое место. Алисха Книдея. Карагагаса Книдея. Что это такое, непонятно. Ну, ребята, как видно, не спешат заниматься ихними там непотребностями. Но, да ладно. Где у нас там следующий квестик? Вот он где-то тут. Фоки хочет на покой. Ну, коли хочет, надо его отправить. Треножники Дэйн Мандиндов. Господи, ну и название, конечно. Пальма Эвремедонта. Капец. Просто капец. Афинский портик. Это нормально. Опа. Этот штучек меня знает. Да ещё и по имени. А шо это за памятник такой? А, это просто доска у нас. Малака. Это же хозяйка орла. Подросла со времёнки Фолини. А ты постарел, Фотти Дыхание Пса. Последний раз, когда мы виделись, я подожгла твой корабль. Ахахаха. Корабль и бороду. К счастью, я почти ушёл на покой. Здесь люди платят наёмникам больше, чем на Кефалинии. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конечно. Больше, чем Маркос. Как пить, Дань? Все платят больше, чем Маркос. Тебе повезло, что с ним работала я. Ха-ха. Я сразу понял, что он паршивый плут. Теперь я беру что попроще. Сейчас, например, работаю стражником. Обычно это легко. Наемника только могила исправит. Нам тяжело отойти от дел. Хм. Ты права. С каждым днём я понимаю, это всё лучше. Бед не оберёшься. Что-то случилось? Жрецы ограбили сокровищницу. Забрали сапфиры. Подарок царя Фракии. Мерзавцы. Хо-хо-хо-хо. Твой хозяин будет зол. Да, в отличие от тебя. Проучи этих мерзавцев. Найди их и сапфиры, и я заплачу тебе лучше, чем платят на Кефалинии. Ладно. Я помогу. Но... Но что? Я не забыла былые деньки. Я в долгу перед тобой. Мне не нужна награда. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ни один я расчувствовался. Так, я ищу жрецов. С чего начать? Хм. Жрецы не умеют воровать. Думаю, они где-нибудь прячутся. В пещерах на западе? Зачем жрецам красть драгоценности? Серебро и деньги на месте. Они знали, что самое ценное – это сапфиры. Жрецы как-никак. Кстати, я нашла тело жреца. У него было письмо. Хм. Чтоб я в Аид провалился. Да, те самые жрецы. Что там? Они собирались продать добычу в крепости Десфина. Схожу туда. Интересно, кстати, у нас развиваются события. Так, и получается в крепости Десфины. Угу. Они находятся в западной части холма священной войны. Ищите сапфиры в Факиде. Ну, Десфину крепости а-ля мы знаем. И, понятное дело, куда нужно пешедролить. Собственно, вот так мы и закончили с этим буквально региончиком. Я думаю, что маленькие вопросительные знаки там и остались. Это мелочи такие, например, лагеря какие-то, которые постоянно, грубо говоря, обновляются. И тут можно бесконечные войны творить. И я просто-напросто не вижу смысла их постоянно зачищать. Это тупо трата времени. Ну, и, конечно же, лишний фарм опыта. Я думаю, что на фармите мы его сможем уже на каких-нибудь интересных квестах. Так, кстати, вы говоря, волк тебе на. И, блин, давай. А, господи. Ладно. Я прямо тут. Сейчас там еще медведь к нам придет в гости. Есть. Заковыряли, господи, мы его заковыряли. Помогите мне. Так, Мишка, косолапый. Давай, пошли танцевать. Господи, автомагуру, чтоб тебя. Все, зарубили мешку. Получили 10 кожи. То, что нужно. Теперь пора прокрасываться в эту крепость дисфины. Кипят. Дружка. 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 Сын Perdзу. Дружка. Тебе было настолькоито. Понятно, мы, другая之前. Дружка. Дружка. Будет, оноättание. Наверное,. Кипя. Ум. У мишки. Кстати. Вижу их. Вот в таких крепостях первое, с чего нужно начинать, правильно? Это за выключение этого фонарика, где у них тут? Он находится прямо-таки в центре. Как мне туда попасть лучше всего? Вот где-то там нужно быстренько спуститься, либо вот что это здесь такая за петля какая-то? Вот это куда ведет канатик, что-то не могу понять. А, вот он туда ведет. Ну да ладно, мне туда пока не нужно. Филога нужно как-то сбрить. Сколько здесь капитанов? Ага, две штуки и один полимарх. Ну полимарх, он вот там сидит. Капитан один тут. Дом предводителя даже имеется. Ладно, нам пока нужно выключить сигнальный огонь. Здесь бдительные стражники. Давайте попробуем зайти как-то с левого фланга. Там отвесные скалы и судя по всему мало охраны. То, что нам нужно. Погнали быстрее. Я хочу его убить. Что-то неладное. И, кстати говоря, мы не в плохую позицию заняли. Давайте сразу сожжем вот это место, чтобы у нас было проще как бы. Ну и плюс мы это забыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 правильно здесь находятся рыси знаете что я хочу ну-ка получится ли у меня вот так вроде я открыл теперь должна рысь как-то выбраться ну вроде бы должна пока она не хочет выбраться ну да ладно тогда давайте пойдем как-то в обходной путь и да и сожжем вот все то что здесь находится из кстати ништячки находятся да все что нам нужно и вроде здесь тоже рысь какая-то сжигаем пусть это в чертовой матери там на стрессе и тоже сейчас освободим все прекрасно хаос как ей люблю а я точно слышал какой-то звук есть и мы оставили афинскую армию получили 9000 опыта знаете что я хочу верно прокачать ту самую классную способность и она называется яростные удары теперь мы будем божить на поле боя ну собственно что мы себя и делали но да ладно давайте сразу попробуем как-то сбрить этого гада который есть засел он еще так аккуратно вообще как не надо встал и здесь находится еще кстати говоря один из этих тех самых сейчас мы попробуем вот красиво все спартанский широкий пояс могли отыскать сейчас аккуратненько заберемся чтоб нас не трогали вот и все ой да и там ребята какие нас классные засели и они идут чё прямо ко мне как же засранец ну да ладно понтий ну чё понтилимонович давайте погнали за мной тут тебя дожидается рысь и и а и и и и Как мне не нравится этот гад, который вечно Малака-малака, кстати О, как рысь-то не плохо сражается Ой, нет, рысь за нас, рысь за нас, не трогай ее Все, сражайся за нас, рысь Я вижу, что ты слабеешь Я слабею, да Ох ты, ты че против нас, что ли Все, я сижу Не трожь меня Рысь, давай, кушай его Серьезно, что, лучник на меня И красивая крещенда Сейчас мы ему устроим Иллирийский шлем Это был предводитель Нет, это не предводитель Ну да, печально Зато Зато сейчас будет Махач, который точно не запомнят Одеяние путешественника Давайте взглянем, что это за одеяние такое Это где-то тут Вот И здрасте, капец, как оно не на шутку круче моего Да и выглядит, скажем так Ну так себе Но, по крайней мере, оно очень даже лучше Не просто лучше, но очень лучше И может быть, кстати Может быть, спартанский шеллорокий пояс одеть Все-таки он неплохие бонусы дает Но наш старый меч Вернее, шлем Гораздо круче Так мы и оставим Все, по сапогам здесь ничего интересного По этим мечам непонятным чего еще Тоже ничего Все, вот так мы и пойдем Как истинные спартанцы В одних трусах и майке Кстати, Мишка Мы забыли про Мишку Ведь он Где-то тут сидит Да-да-да, вон этот Мишка Он же там И погнали Мишка Все, он пошел крушить Сейчас мы вот этого еще Скрытая атака пошла Убили вообще смачно Сейчас главное вот этого сблить Здрасте, они еще Мишку убили Че они так резко-то его убили? Слишком просто Так Получи-ка Вот это мы его расфигачили Офигеть Одни слой ума какие-то у нас А как мы сейчас вот интересно Убили полимарка Будучи Не убиваем Доступно сражение Уже даже какое-то Капец Меня пичкают Сражениями Ей даже пришел Наемничек Вот, конечно, мне повезло Все, прячемся Главное вовремя спрятаться С наемником Шутки плохи Сразу давайте Икаром Проинспектируем Что это за наемничек Такой И он 15 Нимфа Дурация Убийца Да Ее мы пока трогать Точно не будем И, кстати, давайте взглянем Вообще Что у нас по точке Осталось найти Астракона Астракон у нас тут Находится Все Давайте его забираем И просто-напросто Отсюда текаем По-другому Никак Кстати говоря Где умер у нас Полимарх Он где-то тут Должен был умереть Жалко, что с него Ничего не выпало Но да ладно Я просто не горю желанием Идти туда возвращаться Чего тебе надо? И здесь еще самое главное Поршуны так прикольно ходят Именно на лапах Не летают На кончике пальца Греется тире фокида В долине змеи Лежит наполовину Погребенный гигант Оттуда куда Показать его Замшле Господи Замшелый палец Иди на север Я буду там Интересно И конечно у них Эти послания Очень интересно Да Ну погнали тогда дальше Боевую клинок Мы получили И много всякого Всяких драгоценностей Вот он С пачками кровью Но все еще сверкает Все Можно с этой крепости Десфины Благополучно текать И даже Бежать Погнали к фокию КОНЕЦ КОНЕЦ Вот мы и на месте Давайте Десантируемся И погнали Искать фокия Я надеюсь Он на том же самом месте Ликуй Цапфиры нашлись А почему они в крови? Жрецы Никудышные воры То что тебе не нужна награда Чушь собачья Вот Возьми Хайра старик Хм Вот безделушка Из сокровищницы Никто не заметит Надеюсь Или ты отправишь за мной Другого наемника До встречи Фотий Хм Если увидишь Этого пса Маркоса Скажи Пусть платит больше А Вот теперь у нас Сапфировый Литонаракс Какой-то там Прям как таблетки От чего-то Ну да ладно О Кстати говоря Прикольно Прорисовываются У нее текстурки На носу Ой Вообще прикольно Ладно Лучше бы я туда не посмотрел Ну ладно Я думаю то что продолжим Уже в следующей части А сейчас спасибо всем Кто смотрел Ставил лайки Комментировал И конечно же подписывался Дальше будет еще круче Всем удачи И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok